Братья и сестры И мне, честно говоря, трудно понять у тех людей, которые лишают себя этого, которые были здесь, вкусили, как благ Господь, и затем по какой-то причине они ушли. Я думаю, на что можно променять, вот как апостол Петр говорил, к кому нам идти еще? Здесь глаголы вечной жизни, здесь присутствие Божие, куда нам еще идти? Я думаю, что люди уходят только потому, что что-то у них остывает внутри, что-то заглушает, вот этот Божий призыв, вот этот Божий запах, который мы чувствуем сами, вот это благоухание Господа. Что-то заглушает, что-то мешает, и они остывают и уходят. Но, дорогие мои, не позволяйте вашему сердцу никогда остыть. Всегда возбуждайте свое сердце к любви к Господу, всегда, потому что ценнее того, что мы с вами имеем, ничего на свете не существует. Ничего с этим не сравнится, ничего. Вы знаете, однажды как-то я был вот здесь, на собрании, когда здесь был концерт, концерт, как сейчас помню, посвященный Дню Реформации, различные гимны старинные пелись и так далее. И, ну, я здесь пережил очень благословенное время, вот в тот момент. И, знаете, возвращаюсь домой такой наполненный радостью, наполненный Богом. И, а дома мы обычно смотрим какой-нибудь, ну, какой-нибудь конкурс музыкальный, мы любим эти музыкальные конкурсы смотреть. Смотрим, и, знаете, мы и раньше смотрели эти конкурсы, и нормально, там люди соревнуются, кто лучше поет. Вот, ну, вы знаете, да, по телевизору идут эти конкурсы, ну, кто-то смотрит. Поют кто-то лучше поет, кто-то хуже, но обычно там уже проходят такие голоса, которые, ну, хорошо звучат. И вот, то есть там профессионально оркестр играет, там человек поет или люди поют. И вот я после этого концерта приехал, включаю телевизор, смотрю этот конкурс и думаю, что-то не то. Что-то не так. Раньше у меня причем не возникало такой мысли. Что-то не так. Думаю, а что не так? А как будто плоско все звучит. Да, вот тут кивают, некоторые переживали такое. Вроде все профессионально, красиво, но как будто бы объема не хватает. И знаете, это можно сравнить с фильмом, который показывают на экране. Всегда фильмы, они плоские, 2D. А не так давно появились 3D, объемное изображение. А вот этот 3D формат появился, когда я еще учился в школе. И мы с классом пошли, как сейчас помню, фильм был «Ученик лекаря». И мы пошли, и мы были просто восхищены. Когда показывали киножурнал еще, и там, знаете, какие-то муля пузыри прямо летят в зал. И хочется так вот их поймать. И еще все вот так вот естественно, натурально, объемно, совершенно другие ощущения. Как будто ты прямо там оказался. Сейчас уже мы наелись, привыкли, как бы уже 2D вообще неинтересно смотреть. Особенно если фильм такой какой-то красочный. В него много вложено долларов. Нам хочется посмотреть в него 3D. А тогда это было что-то особенное. Это другое переживание. И вот здесь вот, когда я смотрел этот конкурс, я увидел то, что это другое переживание. То есть есть профессионализм, есть хорошее исполнительское мастерство, а есть вместе с этим совсем присутствие Божие. И радость от Бога. И это гораздо сильнее и гораздо глубже. И здесь появляется объем, наполнение, другой смысл. Когда ты ту же музыку, те же песни, ну не те же там, посвященные Богу, но это посвящено Богу. И совершенно другое ощущение. Ощущение Божьего присутствия. И ты знаешь, то же самое можно отнести ко всем развлечениям, которые дает этот мир. Ты знаешь, что сейчас вот такое время, когда развлечения, они становятся агрессивно зазывающими. То есть разные компьютерные игры, фильмы, шоу. И все это больше и больше. И как бы набирает обороты и привлекает людей. Но все это имеет только два измерения. Все это земное и касается того, что происходит здесь на земле. Там нет наполнения. И когда люди, они пытаются удовлетворить, может быть, вот свою потребность в развлечениях, в прекрасном, но все это происходит без Бога, в конечном итоге они испытывают опустошение. Потому что это не наполняет. Это возбуждает твои эмоции. Но когда эмоции улягутся, оно не оставляет ничего. Ничего. Знаешь, новогодние праздники, которые у нас длятся там две недели, люди так устают после этих всех праздников, после этого телевизора. Им уже, некоторые думают, так хочу уже на работу. Уже устал развлекаться, уже устал отдыхать. Хочу хоть каким-то делом заняться. Ну, нормальные люди, не лентяи, конечно, имею в виду. И на самом деле вот эти развлечения, которые дает этот мир, они никак тебя не наполняют. И ты знаешь, в свое время я играл в компьютерные игры и не считал это ничем таким. Да и сейчас не считаю. Но, знаешь, пришел какой-то момент, какое-то время, я вдруг понял, эти игры мне ничего не дают, а только лишь крадут мое время. И мне стали они неинтересны. Я просто получил от них освобождение. А так мне хотелось еще одну миссию пройти. Сколько времени? Это уже второй час ночи. Ладно, вот тут надо добить этих врагов там, или на гоночной машине доехать там до финиша, и следующий еще этап пройти. А потом думаю, что это такое? Зачем это надо? И я любил смотреть много фильмов. Меня дочь спрашивает, это киноман? Я говорю, да нет, просто люблю посмотреть кино. А постепенно, чем ближе я приближаюсь к Богу, тем менее они мне становятся интересны. Не то, что мне кто-то сказал, телевизор зло выключи, или фильмы это нехорошо, не смотри. На меня бы это не подействовало. Но когда я стал приближаться к Богу, просто это потеряло ценность. Там ничего нет. Есть, конечно, фильмы, которые чему-то учат, назидают. Я не про это говорю, я говорю про развлечения. И вот, и мне просто это стало неинтересно. Там нет глубины. Мне более интересен Господь. И знаешь, только Господь, потому что мне дает ту радость, которую этот мир не может дать. Мы сегодня день изучения Библии, поэтому, конечно, мы с вами почитаем. Первое про липоменон. 16-я глава. Давайте вместе прочтем. 27-й стих. Слава и величие перед лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Правильно? Первое про липоменон, 16-27. Итак, перед лицом Господа сказано слава, величие и радость на святом месте Его. Я хочу, чтобы вы заметили, мы еще несколько мест Писания посмотрим, что там, где присутствие Божие, там радость. Там радость. И Писание нам про это говорит. Настоящая радость присутствия Бога. И эта радость отличается от той радости, которую дает нам этот мир. Потому что, от чего мы испытываем радость в этом мире? От чего-то приятного. Сделали тебе подарок на день рождения хороший? И тебе радостно? Не сделали? Кто-то огорчается. Как-то даже не поздравили меня сегодня с день рождения. Какие все невнимательные, черстые, никто меня не любит. То есть нет радости. Прибавили зарплату? Радость. Уволили? Нет радости. То есть радость, когда мы живем в этом мире, она связана с какими-то событиями. Поставили тебе пятерку в университете? Радость. Заставили переиздавать зачет? Печаль. То есть, когда мы говорим о земной радости, она зависит от каких-то событий. Но когда мы говорим о радости перед лицом Бога, она зависит от Его присутствия. А не от событий. Есть Божье присутствие и есть радость. Давайте другое место прочитаем. Не имея восьмая глава. Восьмой стих. Но прежде чем будем читать, напомню события, которые там происходили. Неемия и Эздра, они занимались восстановлением города Иерусалима, Дома Божия. И они вернулись из Вавилонского плена. И сами понимаете, много лет люди были лишены возможности слышать Слово Божие и поклоняться, потому что они были удалены от Бога. То есть не было храма. И вот здесь вот началось все восстанавливаться. И священники, и Эздра начали читать, как книжник, начал читать Слово Божие. И вот восьмой стих. И читали из книги, из Закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда не имея, он же Тершафа и книжник Эздра, священник. И левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу нашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова Закона. Весь народ плакал, слушая слова Закона. Много времени прошло, и они переживали от того, что наконец-то, наконец-то все возвращается. Иерусалим, город Господа, наконец-то храм Божий здесь, на этом месте. Мы можем поклоняться. И мы впервые за много-много лет вновь слышим Слово Божие. И они плакали, они плакали. И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу. И не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. И вот сказали, Эздра сказал, не плачьте, не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. Радость перед Господом подкрепление для вас. И на самом деле печаль, она ослабляет человека, она парализует человека, она лишает его возможности творить что-то, созидать что-то. Иногда печаль, она полезна, потому что она очищает душу. Но печаль не должна затягиваться в нашей жизни. Не должна затягиваться. Потому что, когда печаль не уходит из нашей жизни, она уже не служит нашему очищению, а служит нашей стагнации, нашей остановке, парализации. Но Бог не хочет, чтобы мы были парализованы. Бог хочет нас подкрепить, и поэтому после печали приходит радость. Бог так действует. Да, Он иногда допускает то, чтобы мы испытали печаль, испытали огорчение. Это помогает нам смириться перед Богом. Это помогает нам услышать Бога. Но когда человек лелеет свою печаль, когда он любит свою печаль, тогда он Бога слышать перестает. И поэтому левиты побуждают людей. Не плачьте, не печальтесь, радуйтесь. Потому что радость перед Господом подкрепление для вас. И знаете, вот эту радость, которую не может дать этот мир, ее дает Бог. в этом же, в этой же книге, в 12 главе, можно прочитать с вами 43 стих. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Они закончили там работу, и два хора вдоль стен шли и восклицали, вели Господь, и славно Его имя, прославляли Бога. Один хор шел, другой хор шел навстречу. И знаете, и вот это прославление, которое было тогда в городе Иерусалиме, оно принесло Божье присутствие. Знаешь, Бог живет среди словословия Израиля. Почему, когда мы славим, мы иногда испытываем такую радость, потому что Божье присутствие приходит. И они не просто испытали эмоциональную радость от того, что они пели, плясали, танцевали, они испытали радость, как мы с вами прочитали, потому что Бог дал им эту радость. Понимаете? Иногда нам кажется, или людям кажется, они там в этой церкви хлопают ладоши, веселятся, потому что музыка у них веселая, потому что песни у них такие радостные, потому что проповедник выходит и кричит, и заставляет всех радоваться, знаете, как вентилятор эмоций такой. Аллилуйя! Знаете, вот есть такие проповедники. Я не говорю, что они плохие, но некоторые думают, что радость приходит только от эмоционального возбуждения. Но здесь мы с вами читаем, Бог дал им великую радость. А это нечто другое, согласитесь. Это не просто эмоциональное возбуждение. Я знаю, что можно превратить на любое прославление просто в шоу. Любую молитву можно превратить в показную. Но когда ты искренне славишь Бога, когда ты истине, искренно ищешь Его, и приходит Божье присутствие, и вместе с Ним приходит Божья радость. И мы с вами говорим сегодня об этой теме, о Божьей радости. И кто-нибудь из вас видел еврейское прославление? Кто-нибудь, где-нибудь видео, или, может быть, видели, да? Заметьте, вот это прославление, они сохранили через века рассеяние. Образ прославления. Оно, есть, конечно, печальные песни, потому что много скорбей этот народ пережил, но есть очень радостные песни. Очень радостные. Потому что они привыкли радоваться перед Богом. Они привыкли танцевать перед Богом. Так, как и написано в Библии. Хлопать в ладоши, петь ему радостные песни. Это был тот образ прославления, который существовал в Израиле веками. И я уверен, что Иисус, которого религиозные люди изображают, как, знаете, такого полузамороженного святого, который ходит, так, знаете, как будто у него на кувшин с водой на голове, и он боится его расплескать. Он ходит так, и всех тихонечко благословляет. Это религиозное представление об Иисусе. Иисус был еврей из евреев. Аминь. И когда он был на свадьбе в Канне Галилейской, я был на еврейской свадьбе, я видел, что это такое, он там со всеми плясал. И я знаю, что религиозному мышлению трудно представить Иисуса, который пляшет. А мне легко, потому что представь еврея на свадьбе, и все становится на свои места. Иисус ничем не выделялся. Он был таким же, как и все. И он плясал на свадьбе, танцевал, потому что евреи привыкли славить Бога радостно. Ты знаешь, ну я с разными людьми говорил, и когда еще в начале 90-х, ну там в середине 90-х, я пришел однажды на служение в Дом науки и техники, там у нас было служение. И там я увидел, как тут прыгают на сцене, знаете, вот так вот. Прыгают, хлопают в ладоши, музыка играет. Я так думаю, прикольно, рок-н-ролльная церковь такая здесь. Рок-н-ролльная церковь. И мне потом из других церквей, когда я уже там начал ходить, уже стал считать церковь своей, мне из других церквей говорили, а что вы там кричите, веселитесь и все такое. Я говорю, ну по Писанию все делаем вообще-то. Там написано, радуйтесь, веселитесь, хлопайте в ладоши. Говорят, ну не знаю. Я вот не вижу, чтобы Иисус таким был. Я говорю, а я вижу. В общем, знаешь, религиозный дух, он пытается угасить твою радость. Угасить. Ну вспомните, когда Давид радовался, когда ковчег несли в Иерусалим, он что делал? Скакал перед Господом. Скакал изо всех сил, написано. То есть все силы, какие у него были, он все это использовал, для того, чтобы скакать от радости перед Господом. А его жена смотрит в окно и говорит, позорище какое, скачет там, как простолюдин какой-то, не как царь. Осудил его. И я вот такое осуждение слышал со стороны других людей. Фу, в ладоши хлопать нельзя, руки поднимать нельзя. И знаешь, ты думаешь, я бы в такую церковь бы и не пошел никогда. Где-то нельзя, где-то нельзя. Это религиозный дух. Вы знаете, когда ты приближаешься к Богу, то, что нельзя, оно уходит из твоей жизни. А религиозный дух, он пытается украсть твою свободу и просто заставить тебя соответствовать правилам. И я просто видел таких людей. Они сами себя загнали вот в рамки правильной жизни христианской. еще смотрят на других, кто не соответствует их представлениям о правильной христианской жизни. и их еще строго осуждают. И я смотрю на этих людей. Вроде правильно говорят, а радость-то где? И нет радости. Наоборот, какое-то постоянное ворчание, бурчание и осуждение. Я хочу сказать, да расслабьтесь вы уже. Расслабьтесь. Не значит, расслабьтесь и грешите. Не об этом речь. Радуйтесь и заражайте этой радостью других людей. Ты знаешь, во время пробуждения 17 века в Англии был один проповедник, Джордж Уитфилд его звали. Толпы людей собирались на его служение. На улице он начал проповедовать. Толпы людей, тысячи. И мы спрашивали, в чем секрет твоего успеха? Он говорил, я зажигаю себя радостью перед Господом. И когда я выхожу проповедовать, люди собираются посмотреть, как я горю. И все говорят, такая радость исходила от его служения. Это 17 век. 18. Такая радость выходила от его служения, что он, что люди говорили, мы переживали эту божественную радость от от его служения, от его проповеди. И, конечно же, есть место в нашей жизни не только радости и торжеству перед Богом. Есть место и трудностям, и испытаниям, и скорбям. И давайте мы на Псалом 29 почитаем. Псалом 29. И здесь 5 стих. Пойте Господу святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его, вечером водворяется плач, а на утро радость. как я уже говорил, в нашей жизни некоторые думают, вот я пришел к Богу, и все мои проблемы закончились. Ну, а потом приходит разочарование от того, что иногда проблем стало больше. бывает такое. Потому что еще и дьявол оплачился против тебя, и неверующие, и так далее. И проблем стало больше. Ты думаешь, как же так? Я думал, что Бог избавит меня от всех проблем, а Он не избавляет. Потому что Бог не обещал нас избавить от всех проблем, а обещал помочь нам во всех наших проблемах. Аминь. Помочь, поддержать, подкрепить. И вот радость это одно из средств подкрепления, как Бог нас подкрепляет. Да, в нашей жизни есть место скорбям, есть место слезам, но не должно быть места унынию. Не должно быть места унынию, когда ты погружаешься в это болото депрессии. И поэтому сказано в Библии, не печальтесь, не печальтесь. Мы можем печалиться на время, как здесь написано, вечером плач, а на утро радость. На время мы можем печалиться, но нельзя пребывать в этой печали. Нельзя допустить, чтобы она поглотила тебя. Есть разные причины, которые заставляют нас переживать скорбь внутри себя, проблемы, беспокойства, обиды, комплексы. Все это крадет эту радость, которую дает Господь. И поэтому Библия очень много говорит, как нам с этим поступать. Посмотрите, Иисус знал то, что мы переживаем за наше будущее, за то, чем мы завтра будем платить за квартиру, как мы будем кормить детей, как мы будем платить за их образование. И знаешь, когда ты думаешь об этом постоянно, то тебе приходит беспокойство. А когда кризис еще, а когда зарплату не платят вовремя, ты начинаешь беспокоиться, что мне делать? Мне надо решить вот такие проблемы, которые впереди меня ждут, что мне делать? И приходит беспокойство. У тебя бывают такие ощущения? Начинает тревога какая-то возникать. И эта тревога, она всегда крадет твою радость. И что Иисус говорит? Поверьте, Он говорит ученикам и нам с вами, поверьте, что Бог заботится о вас. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, но поверьте, что Бог заботится о вас. И знаешь, ты думаешь, ну как, что значит не беспокоиться? Сесть и ничего не делать? Не об этом Иисус говорит. Он говорит о внутреннем нашем состоянии. Потому что не беспокоиться это не значит стать беспечным. А, так говори, оно все синим пламенем, что будет, то будет. Нет. Это не значит стать безответственным. А, уволили меня с работы, пускай Господь позаботится и мне новую работу принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Не принесет. Некоторые получают разочарование. Бог, а почему ты не принес мне на блюдечке с голубой каемочкой? Я лежал на диване, честно ждал, когда она на меня свалится с неба, хорошая работа с высокой зарплатой. Я даже просил у тебя ее, но почему-то она ко мне не пришла. Почему? А потому что тело свое от дивана надо было оторвать. Понимаете? Бог не благословляет лентяев. А что он? Благословляет дела рук наших, когда мы идем и делаем что-то и просим Господь, помоги нам. И когда мы доверяем Богу, Бог избавляет нас от беспокойства. Он дает нам мир в наше сердце. Вы знаете, мы недавно купили в нашу церковь, в Нижней Сергеи, новый синтезатор. Это благословение от Бога. Старый, вот уже чиненный, перечиненный. Алексей знает, он его сам ремонтировал уже пару раз. еще до него и вот наконец-то мы смогли купить новый синтезатор и мы нашли хороший инструмент за хорошую цену, приятную цену. Нигде больше такого не было, в одном магазине нашли, какой-то интернет-магазин. И вот когда мы созвонились, они говорят, а вот приезжайте, ну не в офис, а вот по такому-то адресу. Думаю, так, интересно, не мошенники ли это, которые нас собираются обмануть? И мы с женой вместе, нам занимается прославлением, она говорит, слушай, я что-то переживаю, давай помолимся, чтобы ну как-то все это получилось. Вдруг нас обманут, потому что деньги церковные нам не принадлежат, если они уйдут, то нам придется все это возмещать. Я говорю, да, конечно, давай помолимся. Начали мы молиться, чтобы вот это беспокойство отдать Богу. И мы вместе молились, молились, и потом в конце молитвы и у нее, и у меня пришла радость. Радость наполнила наши сердца. И мы поняли это ответ от Бога. Все будет хорошо. Я говорю, все будет хорошо? Я знаю. И мы поехали, приехали к какому-то дому, там решетка вокруг эти какашки собачьи. Выходит какой-то парень и говорит, ну не в офисе, потому что у меня жена уехала, я тут оставил меня с детьми, ну давайте мы подпишем. И мы там чуть ли не на коленках подписываем этот договор, а я знаю, все будет нормально. Вот так посмотришь, это идиотизм какой-то. Вдруг у него никакого офиса нет. Я говорю, паспорт хоть покажите. Он показал мне паспорт. Я думаю, ну ладно, хотя бы паспорт показал. И мы подписали этот договор, отдали ему деньги там возле этой калитки железной, которая, знаете, ограждение дома, многоэтажного. И вот, и все, и ждем. Возвратились домой, у меня у жены началось беспокойство. И она говорит, как думаешь, не обманут нас? Я говорю, мы же помолились. Бог ответил нам, все будет хорошо. Доверяй Господу. Я знаю, и в свое время он сам приехал к нам домой, привез нам этот синтезатор. Отличный инструмент. Он уже у нас в церкви служит. Все очень рады. Аллилуйя! Слава Богу! И знаешь, если бы мне Бог не ответил в тот момент, когда мы ехали туда на подписание договора, я бы, скорее всего, бы развернулся и уехал. Потому что рисковать деньгами такими я бы не хотел. Но о чем я хочу сказать? У нас бывает беспокойство. Но что нам говорит Иисус? Не беспокойтесь, потому что Бог о вас заботится. верите ли вы в это? Верите ли вы в это? Аллилуйя! Знаешь, что еще крадет наша радость? Это обиды. К сожалению, сколько бы мы не были лет во Христе, какими бы вы духовными себя не считали, обида может прийти к нам. Нас могут задеть, особенно когда ты доверяешь людям, открываешь им свое сердце, а он тебе раз туда шпильку прямо по-живому, прямо в больное место. И что? И приходит обида. И вот этого, к сожалению, нам не избежать. Может быть, есть такие совершенные люди, которые никогда не обижаются, но я пока с ними не знаком. Пока не знаком. Потому что и меня можно обидеть, и любого из вас можно обидеть. И знаешь, мы этого не можем избежать, но мы должны научиться с этим справляться. И справиться с обидой можно только одним способом это простить. Больше способа другого нет. И бывает очень трудно простить, но знаешь, вот я как служитель нахожусь в перевигилированном положении. Знаешь, почему? Потому что с обидой я не могу служить. понимаешь? Мне каждую неделю надо проповедовать. Если мне надо проповедовать, я же не могу просто вам прийти и рассказать сказочку какую-то. Я же хочу, чтобы Бог коснулся сердец. Я за это молюсь, чтобы Бог что-то открыл, дал откровение, помог людям. но если я в непрощении, я не могу служить. И мне приходится с этим справляться. Я поэтому говорю, служителям быть выгоднее, чем неслужителям. Потому что нам приходится себя смирять. Себя смирять. Было время, когда мы с женой очень сильно ссорились, и я иду молиться за служение, мне Бог говорит, иди прощи, прощения, я не буду просить прощения, потому что она во всем виновата. Он говорит, ты не будешь просить прощения, ты не сможешь молиться. И я так... А молиться надо, потому что надо проповедовать и служить. Я такой... Ну ладно, пошел. Прости меня, я был неправ. А ну и ты меня прости. Вот и хорошо, слава богу. И знаешь, и уходит это. Попросил прощения. А в чем ты был неправ? Я понимаю, надо по-настоящему. Прощать. Надо по-настоящему. Ну, не в том неправ, что ты неправа против меня, а в том, как я отреагировал на то, как ты неправа против меня. Я, извини, я просто грубо отреагировал, он не должен был это делать, тебя нагрубил и так далее. И приходит примирение, и я думаю, слава Богу, теперь можно идти молиться. И иду молиться. Но, знаете, не обязательно быть служителем для того, чтобы прощать. Правда ведь? Просто у меня стимул сильный. Но Библия говорит, да не зайдет солнце во гневе вашем, не ложитесь спать, не справившись с обидой. Потому что это крадет вашу радость. Ты никому хуже этим не сделаешь, кроме самого себя. Ну, конечно, человек может быть, огорчится, если ты с ним в ссоре. Но тебе это нанесет больше всего вреда. Потому что, если ты не прощаешь, Бог не прощает. Бог прощает только на том условии, если ты прощаешь. И поэтому, когда ты живешь в непрощении, в обиде, ты теряешь Божью радость. Тебе тяжело становится жить. А Бог хочет, чтобы тебе жить было легко. Скажешь, как это легко? А так, Иисус сказал, возьмите бремя Мое на себя. Это значит, заповеди Его. Возьмите бремя Мое на себя. Ибо, Он говорит, иго Мое легко, и бремя Мое благо. То есть, легко. Когда ты идешь с Господом, приходится смиряться. Приходится уничижать иногда себя. Но после этого приходит легкость. Приходится умирать для себя. А после этого приходит Божья радость, которая компенсирует все твои энергетические затраты на смирение. Аминь. Тяжело бывает, да, по заповедям Божьим жить. Но Бог вознаграждает. И дает гораздо больше, чем мы даем Ему. Гораздо больше. И вот, да, у нас бывают печали. Да, бывают проблемы. Да, бывают скорби. Но Бог дает нам больше. Дает нам сил. Дает нам радости. Обиды крадут эту радость. Проблемы крадут эту радость. Проблемы. Ты что такой грустный пришел домой? Спрашивает, а чья-то жена? Ну, у меня проблемы на работе. Проблемы на работе. Начальник на меня накричал. Коллеги меня высмеяли. Не хочу больше на эту работу ходить. Знаешь, ну, проблемы. Бывает у каждого. С кем-то там конфликт, еще что-то. Хуже бывают проблемы. Беда может быть прийти. Но здесь вопрос доверия. Доверьте Богу. Бог сказал, возложите все свои заботы на меня. Бывают проблемы. Но Бог нам прибежащая сила. Бог нам помощник. Он помогает нам. И в этих проблемах Он проводит нас через них. Проводит. Ты знаешь, у меня были проблемы, когда я жил ниже в серьгах. И мы там организовали ООО для того, чтобы снимать рекламные, презентационные фильмы и так далее. И знаешь, у нас было четыре соучредителя, вместе с которыми мы основали эту фирму. И под эту фирму мы взяли кредит для того, чтобы купить оборудование съемочное. Ну, то есть, ну, решили вот таким бизнесом заняться, чтобы денег заработать. И у нас был генеральный подрядчик, который сказал, да, все, мы с вами будем работать, постоянно будем вам давать заказы. И когда мы все это приобрели, этот генеральный заказчик нам сказал, извините, я нашел другого. Мы с вами работать не будем. И мы такие, упс, кредит, оборудование и без денег. Проблема? Проблема. На то время большие деньги. Искали какие-то заказы, что-то там по мелочи работали, но каждый месяц надо выплачивать взносы. Денег нет. И все мои соучредители, мы на равных правах были, они все уволились. И остался один я. Генеральный директор. Я говорю, да, может, просто директор. Говорю, генеральный, когда есть другие директора. Они, нет, ты будешь у нас генеральным директором. Я, ну, пускай, буду генеральным директором. Звучит хорошо. И вот я генеральный директор, без помощников, без сотрудников, ничего нет. Только долг. Я его не могу выплачивать. И мне звонят поручители, и меня начинают уже шантажировать. Поручители. Что бы вы делали? Что бы вы делали в такой момент? Денег нет. Заработка нет. Кредит. Каждый месяц надо выплачивать. У меня ничего не оставалось, как только встать на колени и взывать к Богу. Все, что... У меня один помощник был в этой ситуации. Бог. Все меня оставили. Я сказал, мы же все подписались под это. Вы что, ребята? Я говорю, это твои проблемы. Ты же директор. Я говорю, ну, нормально. Говорю, а вы же соучредители. Нас не волнует. Гудбай. Вот так бывает. Больше я ни с кем в соучредители не вступаю. Вот. И я взывал к Богу. Я взывал и просил. Господи, помоги. Господи, спаси. А то меня тут пришьют где-нибудь за углом. Помоги, пожалуйста. И знаешь, нашлись люди. Это было чудо. Нашлись люди, которые наняли меня на работу совсем из другого города. Христиане. Наняли на работу. И выкупили все это оборудование. Бог отвечает. В этот момент я понял. Бог ответил мне. Это как-то естественно все произошло. Вы знаете, обычно Бог естественным образом каким-то отвечает. Там познакомствовать что-то. Там раз. А, да. Ты можешь. Могу. Будешь. Буду. Вот. У меня есть оборудование. Ну, как бы надо его выкупить. Да, конечно, выкупим. Все решилось. Я такой, о, слава тебе, Господь. Ты снял с меня это бремя. Ты решилась проблема. Бог решает проблемы. Если ты доверяешь Ему. Не позволяешь, чтобы эти проблемы украли твою радость. Ты знаешь, одна вещь, которая есть у нас, как у христиан. Но наша радость не зависит ни от чего, а только от Божьего присутствия. Я имею в виду духовную радость. Я уже говорил про земную радость. Она зависит от событий. Хорошие события радуешься. Плохие события печалишься. Но когда ты с Богом, эта радость не зависит ни от чего, а только от Божьего присутствия. Хочу прочитать вместе с вами 2 Коринфянам 8 главу. С 1 стиха прочтем. Уведомляем вас, братья, благодати Божией данной церквам македонским. То есть македонские церкви. И им Бог дал какую-то благодать. Что за благодать? Апостол Павел пишет. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубоко не считая их, преизбыточествуют богатстве их радушия. Ты знаешь, в Македонии был кризис. Финансовый. Кризис. Раньше кризисы чаще случались, чем сейчас. Потому что они зависели от того, светит ли солнце, выпадает ли дождь. Дождь не выпадает, кризис, голод. Сейчас можно зерно там купить, это там купить и так далее. Мы сейчас более сглаженно все это проходит, чем тогда. А тогда нищета приходила. Нищета. Нет урожая. Ничего есть. Нет денег. Нищета. И вот такое положение. Сейчас, знаете, многие впадают в уныние от финансового своего положения. Впадают в уныние. Где денег взять, денег нет, на работе сократили, еще что-то. Впадают в уныние. А здесь мы видим, вот этим людям, которые могли бы сидеть и плакать от того, что им тяжело. Им надо выживать. Им приходится решать те вопросы, которые раньше не вставали перед ними. Как прожить следующий день? Как накормить детей? Они могли бы переживать из-за этого, из-за всего. Но Бог им дал благодать. И они посреди вот этих скорбей радовались. Они не просто были, знаете, как эти умалишенные какие-то. Которые всегда радуются. Хорошо или плохо всегда радуются. Нет. Или под каким-то воздействием вещества, изменяющих сознание. Тогда все хорошо становится. Знаешь, накатил 300 грамм. И проблемы отступили. Но это же обман. А здесь, посреди всех вот этих проблем, эти люди имеют радость. Потому что Бог им дал. Знаешь, вот эта радость от Бога, это ведь не эмоция. Это плод Духа. Это плод Духа. Что такое плод Духа? От того, что ты общаешься с Богом, в твоей жизни приходят плоды. Правда? Они не сами по себе. Ты их не сам себе производишь. Приближаешься к Богу, возрастают плоды. Можешь ли ты любить без Бога врагов своих? И я нет. А с Богом могу. Потому что Бог есть любовь. Я когда был неверующий, я читал Евангелие. И там написано, читая, написано. Иисус говорит, любите врагов ваших. Знаете, что я сам себе говорю? Это нереально. Никто не может любить своих врагов. Четко понимает. Но с Богом возможно. Потому что Он любит людей. Имейте радость посреди скорбей. Мирские скажут, это невозможно. А с Богом это возможно. Посреди скорбей иметь радость. Как эти македонские церкви. Они радовались, веселились. Потому что Бог был с ними. И потому что это был плод их духа. Плод их духа. Итак, я уже заканчиваю. Я хочу просто, чтобы мы поняли с вами, что присутствие Божие всегда связано с радостью. Хочу вам прочитать теперь напоследок слова Иисуса. Слова Иисуса. Иоанна, 15 глава. С 10 стиха. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви. Сие, сказала я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Бог хочет, чтобы радость его в нас пребывала. Чтобы радость эта была совершенной. Совершенная радость не зависит от обстоятельств. Не зависит от кризиса, от мировой обстановки, от цен на нефть, от стоимости рубля. Не зависит от этих вещей. Не зависит от твоей позиции на работе. Не зависит ни от чего. Только от присутствия Божьего в твоей жизни. Больше ни от чего не зависит. Есть Бог в твоей жизни. Есть радость. Нет Бога. Нет радости. И поэтому не позволяй тем вещам, которые могут украсть эту радость, заполнить твою жизнь. Не позволяй. Вы знаете, что в некоторых церквах уныние считается смертным грехом. Знаете почему? Мы так не считаем, считаем это проблемой просто. Но в некоторых церквях говорят, это смертный грех. Потому что это неверие и недоверие по отношению к Богу. Ты унываешь, говоришь, Бог не в состоянии решить мои проблемы. Бог не в состоянии изменить меня. Я погряз в грехах, и Бог не может мне помочь. Может помочь. И готов помочь. Я знаю, есть люди, которые не могут справиться с грехами. И они пытаются, пытаются и снова скатываются в те же самые вещи. И они думают, я не могу с этим справиться. Это сильнее меня. Но я скажу вам одну вещь. Ничто не сильнее Бога. Твой грех не сильнее Бога. Твоя зависимость не сильнее Бога. Бог сильнее твоей зависимости. Знаешь, хочу что сказать. Не сдавайся. Не сдавайся. Никогда. Даже если ты еще раз, очередной раз упал, поднимайся. Исповедуй свой грех. И стой на Слове Божьем. И ты скажешь, я еще раз упаду. Еще раз вставай. Столько, сколько надо раз. Столько вставай. Но никогда не опускай свои руки и не уходи на дно. Потому что Бог это Бог надежды. Он дает надежды. И Бог это Бог прощения. Он прощает свои грехи. Прощает ваши грехи. Знаете, кого-то, может быть, печаль одолевает из-за разных причин. Может, музыкант тоже. Печаль. И ты не можешь с ней справиться. Что-то произошло в твоей жизни. И она тебя просто засасывает, как трясина. И ты внешне пытаешься держаться, пытаешься радоваться. Ходишь на служение, молишься. Но внутри у тебя огорчение, с которым ты не можешь справиться. знай, что Божье присутствие может исцелить это. Божье прикосновение может исцелить это. Бог желает, чтобы радость твоя была совершенной. Может быть, в твоей семье такая ситуация, такая обстановка, которая постоянно тебя огорчает. И ты уже забыл, как радоваться. Знай, есть радость сверхъестественная, которая приходит от Бога. Обстоятельства, может быть, сразу не изменятся, но эта радость будет подкреплением для тебя. В твоих трудных обстоятельствах. Оно позволит тебе не потерять веру и надежду. Эта радость не позволит тебе потерять это. Бог желает нам придать силы, придать уверенности, придать надежды. Он говорит, я вам это даю. Я вам это даю. Последнее местописание, которое я хочу прочитать, это Иоанна 16 глава. Иоанна 16 глава, 24 стих. Иисус говорит, да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Просите. Сколько просите, пока не получите ответ. Пока в сердце не придет мир. Пока в сердце не придет радость. Просите. Когда я был в этой проблеме, я встал на колени и просил до тех пор, пока она не разрешилась. Это серьезная проблема была. Может быть, у тебя проблема гораздо серьезнее. Я вам скажу, у меня были и посерьезнее проблемы, чем эта. Я переживал иногда такие чувства, что мне казалось, Бог меня не слышит. Бог меня оставил. Умом я понимал, я же проповедник. Бог не оставляет, не покидает. А внутри было ощущение оставил, покинул, не помогает. Но из-за того, что я знал, что это неправда, я вставал на колени и молился, и просил, помоги, не спорь. Помоги. И прошло время, когда ситуация поменялась. И вместо плача пришла радость. Радость, которая не может дать этот мир настоящий, самое настоящее, драгоценное, которое дороже золота, которое дороже любых развлечений, любых радостей. это радость, которая, как говорит Иисус, пребывает. Она есть. И когда я приближаюсь к Богу, я ощущаю ее. И так же точно ты можешь ощущать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова